Зимний период переживают не все птицы. До весны доживают от одной до трёх мелких птиц из десяти. Почему так происходит? У птиц очень быстрый обмен веществ. Особенно много энергии пернатые тратят в мороз. Мелкие птицы типа синиц зимой едят практически непрерывно. Световой день короткий и важно успеть насытиться. Зимой корма становится меньше. Насекомых нет, семена растений скрыты под снегом и льдом. Регулярно наполняемая кормушка существенно облегчит жизнь птиц в округе и поможет им пережить холода. Практически у каждой школы есть кормушки. У третьей школы их целых четыре. Школьники говорят, что они регулярно пополняются каждый день. Даже в каникулы специально приходил педагог, чтобы насыпать семечек птицам. В школе стоит на готове мешок с лакомством для пернатых. Наша школа ежегодно, начиная с сентября, собирает семечки для птиц. Мы с нашим учителем биологии Ольей Геннадьевной ежедневно кормим птиц. Эта зима особенно холодная и мы понимаем, что птицам нужно больше нашей поддержки, ведь птицы братья наши меньше. И мы призываем вас кормить птиц вместе с нами. Какой же должна быть кормушка? Во-первых, она должна быть приспособлена именно для мелких птиц. Крупным птицам типа голубей и ворон добывать корм легче, а если они получат доступ к кормушке, то будут оттеснять малышей. Поэтому у кормушки должен быть небольшой вход либо невысокая крыша. Во-вторых, корм должен быть защищен от осадков. Содержимое кормушки не должно мокнуть. Также кормушку нужно периодически мыть и очищать от остатков корма. Грязная кормушка может стать рассадником инфекции для птиц. А чем их кормить? Самый простой корм, который подойдет большинству птиц – это семечки подсолнечника. Также можно добавлять сырые зерна, крупы, орехи или овсяные хлопья. Хлеб, булка, а также любые соленые, острые и жареные продукты вредны для птиц. Насекомоядные птицы типа синичек любят зимой перекусить белком, салом, творогом или сливочным маслом. Для снегирей подойдут свежие фрукты и ягоды или сухофрукты. А добавлять корм в кормушку нужно каждый день в одно и то же время. Тогда птицы запомнят ее, и им будет легче кормиться в одно время, рассчитывая свои силы перед ночлегом. У людей, кормящих птиц, в самые серые, безжизненные и бессолнечные дни у окон и кормушек звучат птичьи щебет и песенки. Пусть еще не весенние, но это песенки надежды на весну, которая обязательно придет даже после самой лютой и долгой зимы.